Здравствуйте. Вот часто родители сталкиваются с такой проблемой. Нужно попытаться ребенку объяснить что-то очень важное, и, простите меня, для него, по крайней мере, чрезмерно наукоемкое. А он образования ребенок не имеет, а он должен это все усвоить. Правило какое-то. Ну, типа, несу пальцы в розетку. Знаете такое правило, да? А про электричество ребенок ничего не понимает. Закон Ома там, Господи Боже мой, все эти Джоу Ленц и так далее. Не знает он ничего этого, не понимает и не поймет. Или вот еще проблема. Нельзя обижать лягушек. Лягушки очень важные элементы нашего биоциноза. Они истребляют комаров. Когда-то комары были разносчиками малярии даже в наших местах, в средней полосе. Нельзя истреблять лягушек. И вот детям объясняли, всякие глупости говорили. Нельзя трогать лягушек. От лягушек бывают бородавки. А другие говорили так, вот мне в частности учили. Нельзя трогать лягушек. Если лягушку убьешь, то семь дней дождь будет. И вот мои сверстники все в это верили. Ууу, лягушки какие противные, от них дождь бывает. Хотя это не так, это вранье, да? Но зато лягушек не трогали. Лягушки квакали спокойно, ловили комаров и наслаждались жизнью. Вот как. То есть вот невозможно не соврать. Долго им объяснять всю эту экологию, биоцинозы. Слово такое, биоциноз. Это там, где все живут вместе. Лягушки и люди, и комары, и все в равновесии. И лягушки живут, а люди их не трогают. Так вот, недавно я столкнулся с такой вот историей интересной. В кино я хожу, люблю ходить. А в кинотеатре там есть такая профессия. Вот, значит, девочки и мальчики, совершенно юные существа, только школу закончили, откуда-то издалека в Москву приехали. Работают они подолгу. Они билетики отрывают, следят за порядком в залах, прибирают там, ну, все такое вот прочее. И спать им хочется, особенно в вечернем сеансе. Сядут, говорят, бывало они в зал, и вот-вот заснут. И вот, чтобы они не спали, им такую историю рассказывали, леденящую душу им говорят. Это мне они сами, участники этого процесса рассказывали, кинопроцесса. Говорят, наш кинотеатр-то, он построен на кладбище. И на последних сеансах тут небезопасно. Нужно не спать. Самые такие из них продвинутые, они говорят, ну, это все вранье на самом деле. Наш кинотеатр построен не на кладбище, я узнавал. Вот что, оказывается, вранье-то. А вот другой кинотеатр какой-то. А какой, какой, я спрашиваю. Мы не помним название. Ну, вот другой кинотеатр был построен на кладбище, и его закрыли. Видите, какая польза вот от таких вот предрассудков на самом деле, да? Люди спокойно сидят на работе, не спят, да? Боятся призраков кладбища, которые придут в кинотеатр. Вот не все же ведь такие просвещенные, да? Тем более после школы. Хоть чем-то их привести к порядку. И чтоб лягушек не трогали, и на работе не спали. Это ложь полезная. Полезная ложь. Когда долго объяснять, почему не надо спать на работе, проще сказать, не спи, а то придет бубука и тебя заберет. А вы спите спокойно, если будет возможность. Всего доброго. До свидания. Всех благ.